В данном случае я хочу как-то креативно обойти этот вопрос, и именно сегодня я не хочу детально об этом говорить. То, что обсуждалось между президентом России и нашими друзьями и партнерами, дает мне возможность сказать, что развитие ситуации будет. А вот когда и как, я не хочу говорить. Россия предлагала Украине забрать моряков, но при этом в статусе осужденных, и, собственно, этому была посвящена ваша нота. Почему не забрать их в статусе осужденных? Чем это опасно? Ну, попрошу подвинуться. Ну, во-первых, сами наши моряки не признают, что могли даже теоретически совершить какие-то преступления. Они военнопленные. Россия нарушила иммунитет наших военных судов. Россия пытается представить все так, будто оккупация – это факт, который должен быть признан. Но это признается только Россией. Но весь мир этого не признает. Есть позиции всего мира. Есть решение международного трибунала, что они должны быть освобождены. Безотлагательно и безоговорочно. Я очень аккуратно скажу. Существуют политические и юридические конструкции, которые позволяют России их освободить. В любой момент. Для этого необходимо только политическое решение в Москве. Для чего потребно лучше политическое решение в Москве? Ну, Россия это не делает, и они не дома. Ну, а Украине предлагают при этом вариант «Россия», и Украина отказывается. Во-первых, мы не можем признать, что моряки могли совершить… Вопрос чести. Слушайте, это вопрос для нас и чести моряков, и чести государства, и вопрос международно-правовой позиции государства. Поскольку тогда этим воспользуется Россия относительно нашей позиции по Крыму, нашей позиции в международных судах, относительно всего, куда мы идем, и скажет, что на самом деле не было российской агрессии. Это очень комплексный вопрос. Продолжение следует...